Заседание штаба по комплексному развитию региона открыл и провел губернатор Алексей Русских. Глава региона подвел предварительные итоги голосования в законодательное собрание Ульяновской области. Выборы в целом были чистыми. На участках зафиксировали всего 16 нарушений. Хочу поздравить всех вновь избранных депутатов. Я много раз подчеркивал, что вне зависимости от партийной принадлежности, наша главная задача – работать на благо жителей Ульяновской области. Я уверен, что депутаты не забудут своих обещаний и постараются выполнить каждый из них. Поговорили о ситуации на рынке труда, обсудили трудоустройство молодежи и меры по снижению безработицы. Ульяновские градообразующие предприятия ищут сотрудников. Авиастару требуется 3000 работников. У КПБ нужны 157 сотрудников. Димитровградскому автосвету и ДААЗу по 200. У нас на сегодняшний день в регионе уровень общей безработицы в форме педагогии мод составляет 2,9%. Это оценивается как рекордное низкое значение для нашей регионе. А в целом по стране, по российской федерации уровень безработицы и международной оценки организация труда составляет 3,1%. То есть мы видим такой динамик на снижение в нашем регионе. На совещании обсудили ремонт дорог. В этом году ведется ремонт 54 объектов. Сейчас, благодаря дополнительно выделенным средствам, казначейским кредитам, продолжается ремонт 16 объектов. Все работы на подъезде к Императорскому мосту завершатся до 15 сентября. На сегодняшний день досрочно после проведения ремонтных работ введены в эксплуатацию 29 участков общей протяженностью 96 километров. На 21 участке общей протяженностью 77 километров. Строительно-монтажные работы ведутся согласно установленным срокам. Общий процент выполнения дорожных работ на региональной сети автомобильных дорог на сегодняшний день составляет 83%. В Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Демография». С начала года в регионе было выделено более 4000 сертификатов на получение материнского капитала. Особое внимание уделяется старшему поколению. Более 20 тысяч ульяновцев посещают центры активного долголетия. Основное направление проекта – это поддержка семей с целью стабилизации демографической ситуации, стимулирования рождаемости, минимизации абортов, выявление пар, страдающих бесплодием, увеличение многодетности. Как было уже вами отмечено, 58 791 семья получила поддержку за 8 месяцев текущего года. В этих семьях воспитывается более 101 тысячи детей. В числе других тем – ремонт ливневок на территории города Ульяновска. Для обследования проблемных участков закуплено специальное оборудование. Губернатор также озвучил несколько обращений граждан. Например, жительница поселка Матвеевка пожаловалась на то, что двоих ее детей школьный автобус не возит на учебу, приезжает мимо, так как по пути следования нет оборудованной остановки. Губернатор поручил немедленно решить вопрос. Обсудили культурные события осени. В планах провести два фестиваля – осенние гастроли и российскую креативную неделю. В Ульяновске ждут приглашенных гостей – Ларису Долину, ведущих Муз-ТВ и певицу Люсю Чеботину. Валентина Никонова, Марат Мегдеев, Уллправда ТВ.